Всем привет, друзья! Сегодня у нас тренировка взрывной силы в домашних условиях для атлетов среднего и высокого уровня физической подготовки. Поехали! Если твой прыжок с места уже более 60-70 см, то в твоих тренировках нужна тяжелая артиллерия. Просто будем использовать дополнительный вес, ничего страшного. Первое упражнение – прыжки с гантелями. Если ты только начинаешь использовать дополнительный вес, то используй гантели весом по 2-3, максимум 4 кг. Дам тебе простой лайфхак. Гантели лучше используй до 10-12 кг, а дальше уже применяй гири 16-24-32. С ними гораздо удобнее. Во время прыжка с гантелями руки всегда строго прямые. Не совершаем ими мах. Не забудь подписаться на мой инстаграм, ссылка в описании профиля. Там я регулярно выкладываю интересные и полезные посты на тему увеличения вертикального прыжка и развития игрового атлетизма. И также очень скоро стартует наш совершенно новый онлайн-марафон. Ждем 50 участников и стартуем. У тебя еще есть время, чтобы вписаться в нашу движуху. Еще одно замечательное упражнение это вертикальный прыжок с резиной. По моему мнению резина безопаснее, чем гантели и она имеет свой ряд преимуществ. Допустим, переменное сопротивление. И также она дает большую нагрузку во время фазы приземления, так как резина сжимается с большим ускорением, чем свободное падение. Количество повторений в подходе 3-5. Суммарный объем нагрузки за всю тренировку не более 60 повторений. Допустим, если у тебя есть только гантели, то делай 3-5 повторений в подходе от 6 до 10 рабочих подходов. Если у тебя есть как гантели, так и резина, то делай по 6 подходов того и того упражнения. Если ты хочешь сделать все вот эти 3 упражнения на тренировке, то есть прыжки с гантелями, прыжки с резиной и прыжки с сочетанием этих двух сопротивлений, то тогда делай по 3 повторения в подходе и по 6 подходов на каждое упражнение. То есть это будет 18 прыжков на каждое упражнение. Вот так все просто. Если у тебя остались какие-то вопросы, то обязательно пиши их в комментариях. Продолжение следует...